добрый день мои друзья я сижу на карантине уже какой-то там день 13 наверное сегодня день как мы на карантине и за эти 13 дней я выходила один раз в первый день когда объявили я не считаю его а вот за это время обходила всего лишь один раз я продолжаю совершенствоваться что называется и саморазвиваться смотрю фильмы читаю книжки учу свои уроки и сегодня хочу с вами поговорить на очень такую важную тему для нас сейчас для всех я уже в предыдущих видео вам все время говорила что в принципе после этого карантина я думаю что после этой пандемии нас всех ждет финансовый кризис финансовый и экономический кризис потому что вот представьте что сколько стран не то что сколько все стран старая европа так америка так то почти но не почти все может у них не такой жесткий кризис карантин но здесь мы все на чрезвычайном положении то есть ничего не работает там небольшое скопление людей и так далее и так далее то есть это конечно не приведет ни к чему хорошему люди теряют доходы и бизнес теряют доходы и так далее это конечно ни к чему хорошему не приведет а приведет к кризису каким он будет не знаю прогнозы расходятся я читаю некоторых аналитиков и у них у всех у кого-то пессимистический взгляд на вещи у кого-то оптимистический взгляд на вещи я конечно придерживаю более-менее реальных вещей ну допустим исходя исхожу же из своего собственного опыта из тех кризисов которые мы уже пережили и делаю выводы как я их переживала эти кризисы анализирую их и думаю что сейчас можно применить что что нельзя вообще применить к сегодняшней ситуации да потому что ситуации меняются не меняется мы меняемся и наверное 2008 году когда вот последний кризис такой самый кризис был большой я была другая и у меня ситуация была другая и так далее и сейчас но все равно мы должны с вами прямо проанализировать свои личные финансы посмотреть как можем улучшить свое финансовое положение или по крайней мере не растерять последнее что у нас есть и так я сегодня с вами хочу поговорить о финансах и о том как выжить во время кризиса и может быть кому-то какие-то мои рекомендации или советы подойдут и так ну во первых я вам сейчас хочу сказать для того чтобы жить в гармонии со своими финансами нужно знать некоторые правила и не просто их знать в соблюдать какие правила ну допустим мы должны планировать свой ежемесячный бюджет и не просто планировать свой ежемесячный бюджет а расписывать по статьям расходов в принципе мы делаем также в бухгалтерском учёте, в финансовом учёте, когда финансовые работники делают финансовые планы для предприятий, как раз по статьям расходов. Это мы должны делать для нашего личного финансового бюджета. Следующее, что мы с вами должны делать, это тратить меньше, чем мы зарабатываем. Тратить меньше, чем мы зарабатываем. И этот доход полученный, доход, который мы зарабатываем, нам нужно делить на какие-то части. Не тратить всё, а делить его на какие-то части. Я сейчас вам коснусь, расскажу об этом детальнее. Следующее, что мы с вами должны знать, делать, это искать возможности дополнительного дохода. Всегда, всегда искать возможности дополнительного дохода. Никогда не нужно ограничиваться одним источником дохода. И следующее, что мы с вами должны делать, если вы помните, это уже с незапамятных времён есть такое, да, понятие десятины. Вот десятину нужно инвестировать. Какие-то небольшие суммы нужно инвестировать. Каждый месяц, каждый год и так далее, и так далее. И самое последнее, о чём я сейчас вам хочу сказать. Мы с вами должны избегать долгосрочных кредитов. Да вообще кредитов избегать мы с вами должны. А в период кризиса это просто губительно для наших с вами финансов. Итак, давайте скажем, что начнём с планирования дохода, с планирования личного бюджета. Во-первых, вы сейчас знаете, это сейчас достаточно много разных приложений и онлайн-банки сейчас вам предлагают специальные приложения, специальные страницы, где вы можете контролировать, куда вы тратите свои деньги, аналитику по банковским операциям, куда вы тратите свои деньги, чтобы вы могли смотреть, анализировать и так далее. Можете пользоваться этими программками, а можете завести просто себе блокнотик и просто записывать, куда вы тратите свои деньги, понимаете? То есть это, я вам сейчас хочу сказать, очень и очень эффективно может быть. Итак, мы с вами должны планировать. Что такое планирование? Планирование, в общем, это очень легко. У нас есть какой-то планируемый доход, который у нас с вами, мы с вами зарабатываем, там, допустим, живёте, вы, семья у вас, муж, жена и дети, да? Ну вот, муж работает, жена работает. Вот у вас планируемый доход, который вы собираетесь получить за месяц, это зарплата мужа и зарплата жены. И так, планируемый доход, это тот, который, да, тот доход, который вы планируете получить. Зарплата, допустим, мужа, зарплата жены. И я вам уже сказала, что самым основным правилом, одним из самых основных правил, есть поиск дополнительных возможностей для получения дохода. Это может быть любой. Сейчас очень много, кстати, онлайн каких-то подработок, онлайн подработок. Девочки некоторые пишут картины и продают их через социальные сети. Некоторые вышивают и продают свои работы через социальные сети, некоторые пекут выпечку и продают через социальные сети. То есть заработки на своих хобби. То есть на то, что вам приносит удовольствие, вы можете эти свои хобби монетизировать. Да, это будут какие-то небольшие суммы, но тем не менее это будет какой-то дополнительный доход. И начинаем с вами планировать расход. Есть какие-то определенные постоянные и ежемесячные траты, без которых совершенно невозможно. Ну, допустим, оплата школы у детей, то есть это должно быть. Оплата спортзала у родителей, это тоже важная составляющая часть и она должна быть. Итак, вы записываете, какие у вас, в принципе, есть обязательные траты, без которых вообще невозможно, ничего невозможно, жизнь невозможна, короче, без этого, да. Что там еще у нас может быть? Школу сказала, детский сад возможен, да. Питание. Вот про питание, это, кстати, очень тоже интересный вопрос. И я сейчас хочу сказать, мне кажется, чем мы становимся взрослей, тем у нас меньше потребностей. Я сужу по себе, да. Я, конечно, ем очень, не могу сказать, что очень мало, но ем без изысков. То есть для меня еда, это просто вот энергия, которая мне нужна для того, чтобы жить. Вот так я отношусь к еде. То есть я не умру, если я там не съем фуа-грамм, если я не выпью просеку. То есть я без этого прекрасно проживу, и мне это, ну вообще мне это ничего не стоит. Поэтому вот траты на такие, я у меня, я трачу на еду только на самое необходимое. У меня всегда есть, допустим, овощи, у меня есть всегда фрукты какие-то, желательно по сезону. Я не покупаю несезонные фрукты, ни дома, ни здесь я их не покупаю. Я покупаю фрукты по сезону. То же самое касается овощей. В общем, я покупаю самый необходимый, минимальный набор продуктов для того, чтобы получить ту энергию, которая нужна моему организму. Все остальные вкусняшки я себе где-нибудь оставлю на прочие расходы. Допустим, я могу запланировать кофе раз в неделю. Раз в неделю, допустим, я сейчас с девочкой пью кофе. Но сейчас не пью, конечно, карантин, но летом мы пили чаще кофе, потому что у меня не было уроков, когда у меня начались занятия, то есть у меня уже нет времени каждый день, допустим, или через день пить кофе. И вот я планирую, что мы пьем кофе раз в неделю. Но если у нас получается два раза кофе пить в неделю, то есть вторая чашка у меня уже идет из каких-то вот прочих расходов, непредвиденных расходов. То есть вот эти вот маленькую статейку непредвиденных расходов я оставляю себе на какое-то пирожное или на тот бокал просека, допустим, или на какую-то чашку кофе. То есть это мне приносит удовольствие и радость от того, что, в принципе, я могу себе это позволить и не сильно навредить своему бюджету. Что еще, значит, одежда и обувь, допустим, да, мы все, понятное дело, что надо нам одеваться, надо нам обуваться и так далее. Но я вам сейчас хочу сказать, что у нас уже у каждого к этому возрасту есть какой-то определенный гардероб, базовый, будем говорить, гардероб, и в основном все есть, да, то есть там есть те же шубы, ну, кто хотел, кто-то уже себе шубу купил, а кто не купил, значит, она ему не нужна, и сейчас про эту шубу уже можно, в принципе, забыть. Вот. Ну, у меня, допустим, шуба есть. Я ее не ношу, конечно, но согревает только одна мысль о том, что она у меня есть. Вот. И я могу себе позволить, единственное, что я вам сейчас хочу сказать, я уже давно в основном все покупаю себе на распродажах со скидками, то есть я не покупаю вещи только тогда, вот когда только появился в сезон, когда там новая коллекция, допустим, какая-то и так далее, и так далее. То есть я не покупаю, я не покупаю такие вещи, я покупаю в конце сезона, когда там уже какие-то скидки хотя бы минимальные, то есть, ну, я не прям так слежу за модой и так далее. То есть основной базовый гардероб есть, ну, какую-то мелочь, там, какие-то брюки или какую-то блузку, вот я себе планирую на месяц. Одну блузку, допустим, да, сколько-то там, да, или одни брюки, допустим, или там еще что-то. Вот. И смотрю, допустим, может быть, мне нужна какая-то верхняя одежда. То есть я тоже так планирую себе там в конце зимы купить новую куртку, допустим, да, или новое пальто. Ну, что-то такое, в общем. То же самое касается и обуви. Еще, кстати, я сейчас вам хочу сказать, я сейчас про себя подумала, что мне этим тоже надо заняться. Я не знаю, как у вас, но у меня, допустим, очень много обуви. У меня очень много обуви, особенно туфлей на каблуках. То есть и я их, есть такие туфли, которые я там, допустим, покупала на какое-то событие, под какое-то платье и так далее. И я их обувала всего лишь один раз. И вот сейчас в кризис дополнительным источником дохода, может быть, и будет как раз распродать, хотя бы по каким-то копейкам свои вещи, которые вы не носите или которые вы не будете носить, но которые в принципе в хорошем состоянии, которые людям могут послужить. Да, допустим, если я туфли обувала всего лишь один раз, то есть, ну, почему бы мне их не продать? Да, конечно, я их не продам за те деньги, которые я покупала, но какие-то копеечки, в принципе, можно продать и на эти какие-то копеечки жить. И здесь еще, что у нас будет в обязательных каких-то расходах, наверное, все-таки будут подарки какие-то там самым родным и близким, может быть, у кого-то день рождения, может быть, у кого-то какой-то праздник другой личный, и мы не можем их оставить без подарка. Да, может быть, в период кризиса эти подарки уже будут не такими дорогими, не такими значимыми, как бы они были у нас до кризиса, но тем не менее они должны быть, потому что жизнь продолжается, жизнь не заканчивается, дни рождения есть, какие-то другие значимые события есть, и эти суммы нужно тоже планировать. Ну и хочу сказать, если, конечно же, у вас есть дети, то вы должны запланировать и расходы на детей, да, повезти его хотя бы в какое-то, на какое-то мероприятие, может быть, это будет кино, может быть, это будет какой-то театр и так далее, или какой-то центр развлекательный и так далее, потому что деткам они не понимают этого, они не понимают наших проблем, они не понимают наших кризисов, а им тоже хочется, поэтому на детках бы не экономила. Я сейчас, хотя в свое время, конечно, экономила, но сейчас я бы уже не экономила на детках и вам не советую этого делать. и, конечно же, я оставляю какой-то, какой-то, вот я вам уже сказала, что какой-то минимум, который я вывела себе расчетным путем, аналитическим, на непредвиденные траты, на непредвиденные траты, потому что они все равно у нас есть и вы должны, но вы не можете их запланировать, да, то есть вот они случаются, я вам, например, привела, как чашка кофе, да, я планирую, в принципе, одну чашку кофе в неделю, но бывает так, что у меня там или с какой-то другой девочкой встретилась или еще где-то, и, в общем, я выпила две или три чашки кофе, а может, я могу их выпить пять, вот на это у меня есть вот эти непредвиденные расходы. И я сейчас вам хочу сказать, конечно, что те, вот еще хочу, что вам сказать, что тот доход, который вы оставляете себе для инвестиций, оставляете себе для получения какого-то, для каких-то инвестиций, для получения каких-то прибыли, его тоже нужно дифференцировать. Нельзя складывать только в одну корзину, нельзя покупать доллары постоянно, нельзя покупать только евро, нельзя покупать только золото и так далее. И золото это не кольца, золото это золото, понимаете, это не кольца, это не серьги, потому что оно потом ничего не стоит. И нужно вот эти инвестиции каждый раз дифференцировать. Сегодня вы вложили в евро, завтра вы вложили в иену, если есть такая возможность, послезавтра вы вложили в доллар, а может быть еще в следующем месяце вы какую-то акцию где-то купите и так далее, и так далее. Тем более сейчас кризис, аналитики говорят, что мы дно еще не прошли, еще будут падать эти все биржи и акции и так далее. Но, тем не менее, уже будет возможность купить каких-то акций каких-то предприятий по более-менее низкой цене. И потом, впоследствии, тоже на этом заработать. Тоже на этом заработать. Ну, еще я вам хочу сказать, знаете, что, что я вам уже сказала избегать кредитов, да, если они есть у вас, то их постараться каким-то образом пролонгировать, отсрочить, если это есть возможность. В общем, минимизировать расходы по оплате по возвращению этих кредитов. И не давать в долг, ребята. Не давать в долг, давать в долг только тем людям, которые вы точно знаете, во-первых, что они нуждаются, во-вторых, вы точно знаете, что они вернут. И давать, по крайней мере, такую сумму, которую вот вам просто не жалко будет потерять. Или вы потеряете, ну, в общем, не такую сильно значительную сумму. Но первое условие это должно соблюдаться однозначно, что эти люди действительно нуждаются вот в этих деньгах. Они просто, они там сейчас проедят, пропьют, прогуляют и так далее. И, пожалуйста, тут уже ни о каких кредитах на свадьбы. Я думаю, что не должно быть и речи. Это, конечно, вообще бестолковые вещи, бестолковые люди, кто так делает. Я не понимаю логику таких вещей, конечно, не знаю. Для меня это вообще, в принципе, загадка. Ну, и я сейчас вам хочу сказать, что учет личных финансов, это дело такое достаточно кропотливое. Вы можете, конечно, забывать, не вносить в эти, либо в приложение, либо в свой блокнотик каждый день. Ну, в общем, вы можете забывать. Но вы знаете, что у нас привычка вырабатывается 21 день. За 21 день это у вас войдет в привычку. Ну, а вот эти 21 день вам нужно себя перенапрягать чуть-чуть, да. Веду ли я сейчас свои расходы, учет своих личных финансов? Сейчас, в принципе, я не веду учет личных финансов. И сейчас я вам скажу, почему. Ну, то есть я анализирую, анализирую, но, в принципе, не записываю. Почему? Ну, потому что в свое время, когда я это делала, и я, в принципе, научилась следовать вот этому своему бюджету. И когда ты уже, знаете, когда ты вошел в колею, когда ты знаешь, на что ты должен потратить деньги, на что ты не можешь потратить эти деньги, да. А если ты потратил, то ты знаешь, за счет чего у тебя будет источник дополнительного дохода, тогда это другой разговор. И вот за то время, когда я, в принципе, придерживалась вот такого строгого финансового планирования своих личных финансов, я научилась не выходить за рамки, не выходить за рамки. И сейчас я уже не записываю, но при этом я все равно подсознательно иду по этому бюджету, иду по этому плану. То есть я примерно знаю, какая сумма дохода у меня есть месяц. Я стараюсь ее все время увеличивать по чуть-чуть. И стараюсь идти вот в этих рамках своих полученных доходов. Еще раз говорю, я примерно знаю, что я могу себе позволить, сколько кофе я могу себе позволить, сколько шампанского я могу себе позволить, какую еду я могу себе позволить купить. Могу я выйти за рамки своего бюджета или не могу я выйти за рамки своего бюджета. Или если мне понравилась какая-то кофточка, я не буду сильно думать и говорить, что вот я ее хочу. Я вначале посмотрю, подумаю, а что у меня уже есть, то есть примерно из таких кофточек. Сколько их у меня, сколько у меня вообще еще не одетых даже ни разу и так далее. Поэтому, если я не позволю себе не купить какую-то ковтюльку лишнюю, то я страдать по этому поводу не буду совершенно. Итак, ребята, я хочу сказать, чтобы вы очень в это время внимательно отнеслись к своим личным финансам. Потому что, в принципе, то, что кризис будет, уже никто не сомневается в этом. Просто есть разные сценарии, да. Мы, давайте будем говорить, не будем совсем пессимистичными, но и оптимизма в этом во всем очень мало. Поэтому экономьте, ищите дополнительные источники, учитесь, развивайтесь, совершенствуйтесь, чтобы после кризиса, выйдя на работу, вы могли бы уже показать какие-то свои новые навыки, которых не было до этого момента. Еще раз говорю, я, допустим, я специально ничего не учусь сейчас, кроме языков, но попался мне вебинар по фотографии, о том, как сделать фотографию лучше. И тем не менее, я его прослушала с тем, чтобы когда у меня будет возможность путешествовать, чтобы мои фотографии стали еще лучше, ярче, красивее и так далее. Понимаете? То есть, вы должны использовать все возможности, которые у вас в этот момент будут. Будьте здоровы! Это самое главное сейчас.